всем доброе утро а мы ездили здание кровь ему сдавали у него через неделю операция и назначили сдать кровь перед операцией проснулись так рано и поехали тебя тети похвалили ты молодец комплиментов ему конечно сделали миллион красавчик такой молодец мой какой красивый до 8 утра у нас и ты стер crocs да как будто бы кайси откусила до кусочек ничего страшно у тебя еще есть акулы крокси да поехали домой завтракать поехали а сейчас мы пришли гулять в лес все вместе и даня взял из дома мячики эти шарики надувные и уже один надули и выбросили кейси побежала за ним и взорвала его зубами и произошел взрыв бабах аня предлагает купить ей бомбы и пускай она будет есть и взрываться до нету что будешь делать дальше кейси щупальца выглядывает коляски да не взял перчатки взял шарики играться господи и так все время и не закрывается упасть классно но подниматься наверно жарко пошли пошли все идем опа паркинг собачий паркинг и пошли коляска буга бу вездеход на зверхой надул идем идем на выход уже в сторону дома то сейчас на солнце выйдем такая жара будет сумасшедшая смотрите мы играем с собакой удар не в руках попрыгун ну ка покажи как она хочет его сквозь окно достать она любит просто все мячики разгрызать играться и уж больно и нравится этот попрыгун а новый просто давно как бы не видела его и тут даня достал и она решила что надо все надо добраться до него надо дорваться ну ка давай папе кейси уже не хочет а посмотрите на нее это даня попрыгунчик подарила его подружкой ника пейси твой выход собачий оп 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 ловите привет друзья начинает свой влог конечно же с приготовления еды обед у нас будет сегодня сделаю котлету достала фарш все таки куриный у нас тут такой сквозняк для слоек а сейчас приготовлю котлетки вкусные и лему и нам приготовлю для всех будет в последнее время реально готовлю так что мне не нужны заморожки никакие полуфабрикаты для лима которые я готовила так что еще хотела вам показать сегодня дети мои ходили уже гулять я не ходила я сегодня мыла стены помыла я все таки вот эту стенку ну самый грязный который у нас есть отмывала я счастлива я счастливый человек что у нас теперь чистые стены они мне не мусолят глаза вот такие дела у нас думаю сегодня подстричь всех своих мальчиков или эмо тоже но я не знаю конечно стоит или нет я посмотрю будет будет ли бояться или не будет мне страшно смотри как я открываю у нас тут время обеда и лим проснулся раньше времени он еще должен был полтора часа спать что нет папа не надо так вот у нас котлетки безумно вкусные мягкие такие получились класс лим не хочет есть ложкой вообще бери ложечку вот другой сторон с другой стороны зайка с другой солнышко переверни и вот так вот солнышко внутри не смеемся на я тебя поняла она точно так что будем мы кушать всем приятного аппетита кто с нами кушает как это будет сейчас вот так вот так вот так давайте поможем я сама милюшка ой все это мама делала все это мама делала милюшка колючая вот это да ой волосики хочется достать до фараферни и нажмем потом семитратор вот это вот поставим на память один семитратор давай я так еще достойно да 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 и чай какой бот да 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лем, теперь совсем другой мальчик, я и Даню подстригла, красивый теперь такой. Лем такой красивый. Конечно, не ровно, но он же маленький еще. Кокосики. Ты такой смешной теперь, подстриженный. Боже, я не могу. Ух, совсем другой, совсем другой, да? Да ну куда ж ты садишься? Боже, ну сейчас же эта сушилка упадет на тебя. Что ты делаешь? Лим, иди сюда. Я в доме холостопный. Халабуда. Как интересно! Как интересно! И холодно. Холодно. Приехали в другой городок, здесь, рядышком, Малград-де-Майор. Симпатичный. Мы в центре находимся, возле церкви. Мама, там пляж? Да, там пляж. Я вижу море. Кстати, мы можем объехать, припарковаться, если я не ошибаюсь. Малград-де-Майор. Да, сейчас подъедем, сын. Тут набережная, длинная-длинная, которая ведет их. Смотри. Смотри прямо. Сын, смотри прямо. Фуникулер. Классно, да? Пописается, да. Фуникулер. Фуникукулер. Фуникукулер. Пойдем. Так вот, зачем мы сюда приехали, собственно говоря? Фуникулер. Взять... Фуникулер. Данюш, сынуль, подожди, пожалуйста. Мы приехали взять колонку. Я долго думала, брать или не брать. В общем, нашла бушную на Волопопе. Это испанский типа OLX. И взяла дешево очень. Это Google Ассистент. Я не знаю, он говорит по-русски или нет. Может быть, можно как-то настроить русский язык. Но это не факт. Но мы попробуем. Нет, у Google нет русского языка. Может, даже не смотреть. Да? Не написаны языки. Я тебе говорю, что там немецкий, английский, испанский, французский, еще какой-то. Русского там нету. Ввели его в бета-версии, а потом убрали. Я уже наслушалась. Вот. Нам туда. Смотрите, какой рынок здесь большой. Нам нужно быстренько к машине дойти, потому что... Класс, сынуль. Потому что она припаркована не очень хорошо. Пойдем. Данюш, сейчас пойдем гулять. Не переживай. Машину надо припарковать. Машину перепаркуем и пойдем. Хорошо. Да. Такой классный город. Да, тебе нравится город? Будет не сто лет. Давайте воспользуемся. Давайте. А мы решили проехаться к пляжу. И здесь вокзал. Вот. А за вокзалом пляж. У нас тут есть такие города, некоторые, которые... Чтобы к пляжу попасть, нужно перейти подземный переход. И этот... Ооо. Драки тут какие-то. Короче. Там был переход. И он был просто ступеньки. Не, не пшикай на лемчика. Там были просто ступеньки. Мы сейчас... Ну, замешательств. Я не знаю, есть ли тут переход. Как бы... Должен, да? Для колясок. Для инвалидных колясок. Любому должен быть? Даня, нет. Иди сюда. Ты что? Ну, вообще странно. Это все. Ну, это ж несколько городов. Да. Мы в другом городе были. Ну да. Вот так. Помнишь спуск? Да. Здесь же. Ну, может, там дальше есть. Да. И видели меня. Я помню, мы... Я на скейте каталась. Да. Я на велике. А ты на велике, да. Да. Дикольно. Так припарковаться тоже. И так можно доехать по этой настройке. Вот такой... Мы перешли через пешеход... Переход подземный. Такой вот пляж. И тут тропа, по которой мы катались когда-то давно. Ага, сюда едет поезд. Главное, чтобы не громко отбибикал. Даня в восторге. У нас просто нету поездов. Заканчивается все в Бланесе. Рядом с нами город. И дальше не едет от нашего города. На автобусе нужно добраться, типа, до станции с поездами. И все. Даня там лазит по этому... По канатикам. Здесь очень удивительно для нас. Места для инвалидов с зонтиками. Вот понтон здесь. Доехать можно. Вот. И огромный-огромный пляж. У нас не такой огромный. Так это пляж тянется. Я же говорю. Соседний город. Да. Оно там прерывается местами. Но вот он такой длиннющий-длиннющий. Но он обычный. Типа как у нас с камушками. Не с песком. Если мы ездили, чтобы с песком был. Это куда мы ездили? Сколько километров? Франц Переде Пескадор. Да. Сколько километров? Много? Ну да. Час. Чуть больше часа. Показать в сторону Франции. Да. И там песок. Вообще очень много крутых пляжей есть в Испании. Но мы их не объездим. Потому что у нас маленький ребенок, который не любит ездить. Да? Ребенок? Да. В следующем году может быть получится. На Зукею мы ездили с ним нормально. Пять часов провели как бы. Ну да. Но он же ж выспался тогда. Тут тоже попробуй подобрать день. Я думаю, он сейчас уже восемь. Надо домой возвращаться. И ложить спать. Ты, сынок, ты тут лазишь так? Лазишь тут так? Да, конечно. Даня тут лазил. Все было классно. А потом Даня сорвался. Неудачно. Ну точнее, он спрыгивал. Просто так получилось, что он руками ударился. Покажи. У него тут была уже вавка. Он ее сдер. Сделал себе синяк. И тут. Да? Ого. А тут вообще синяк такой большой будет. Кошмар. Больно. Да. Но все равно классно для деток. Там можно подниматься. Поедем сейчас домой уже. Лему спать пора. Он поспал чуть-чуть совсем. Мы приехали домой. Я пока подключила колонку. Чуть с ума не сошла. Там надо сбросить настройки. Было. А я не знала как. Ну, в общем, я не знала сразу, что нужно сбрасывать настройки. В общем, все сделала. Подключила. И навредь на испанском. Английском. Мы там в других языках. А на русском нет. Но я буду еще там, может, что-то делать. Попробую установить ее на русском. Дети не спят. У нас уже время. Одиннадцать. Он так сильно хотел спать, этот ребенок, что не лег спать. Сейчас пойду укладывать опять. Такие дела. Куда ты телек включил? Сам уже там все у него получается. Не. Сына. Так непривычно. Ребенок вообще другой. С такой стрижкой. Наверное, будем мы с вами прощаться. Увидимся с вами уже завтра. В общем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова